Всем привет! Вы смотрите Универ Ньюз, а в студии я, Камиль Гемаздинов. Итак, сегодня в выпуске вы увидите. КФУ вошел в топ-10 национального рейтинга университетов. Институт международных отношений в 12 раз проводит конференцию по иностранным языкам. В КФУ отметили день рождения Пушкина. Казанский федеральный университет вошел в топ-10 национального рейтинга университетов. Более подробно мы расскажем в следующем сюжете. Международная информационная группа Интерфакс представила 10-й ежегодный национальный рейтинг университетов по итогам 2018-2019 учебного года. Казанский федеральный университет улучшил свой прошлогодний результат и в итоговой таблице занял 9-10 позицию. Это очень интересный для нас рейтинг. Именно из-за того, что в отличие от других, он построен на измеримых количественных данных. Это означает, что можно четко понять и представить, за счет чего ты продвинулся, а по каким параметрам тебя опережают другие вузы. Казанский федеральный университет показал рост в данном рейтинге и с 2018 года поднялся на три пункта. В частных рейтингах КФУ существенно улучшил свои позиции по блокам образовательная деятельность, продвинувшись на 8 позиций, бренд на 6, интернационализация на 3, исследовательская деятельность на 2, а также сохранил позиции по блоку социализация. Здесь нам очень приятно это отметить. На протяжении последних четырех лет первые и вторые места, они за нашим университетом, это сказывается вот та масштабная культурно-массовая работа и спортивная работа, которая проводится и в республике, и в нашем университете. Большую конкуренцию вузу составляют узкоспециализированные отраслевые вузы, у которых в расчете на одного научно-педагогического работника достаточно значительный объем неокр. Большому университету добиться таких результатов достаточно сложно. Несмотря на это, Казанский федеральный университет с каждым годом улучшает свои позиции и двигается, опережая общие тенденции. На три позиции мы поднялись, с 12-й на 9-й. Я считаю, что это очень хороший результат. То есть это и более того, учитывая те инициативы в области цифровизации, которые мы делаем, и то, что большинство рейтингов сейчас начинает диверсифицироваться и больше и больше оценивать вуз, исходя из его представленности, его влияния через социальные сети, через интернет-среду, у нас хорошие есть условия для роста. В Казани состоялся праздник поэзии, посвященный 220-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина и Международному дню русского языка. Участие в мероприятии приняли представители Казанского университета. Подробности в сюжете нашего корреспондента. Я вас любил, любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил, безмолвно, безнадежно, то робостью, то ревностью томим. Я вас любил, так искренне, так нежно. Так дай вам Бог, любимый быть другим. Наверное, нет человека в нашей стране, который бы не знал эти строки наизусть. 6 июня по всей стране проводятся мероприятия, посвященные 220-летию со дня рождения великого поэта Александра Сергеевича Пушкина и Дню русского языка. Основные торжества по этому поводу в Казани развернулись у памятника Пушкину возле Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля. Праздник поэзии собрал всех неравнодушных, известных поэтов и писателей республики, ценителей его творчества. Участие в мероприятии приняли и представители Казанского федерального университета. С отрывком сказочного стихотворения «У лукоморья дуб зеленый» выступил студент подготовительного факультета для иностранных, учащихся КФУ. Это мой первый стихий, который я прочитаю о Пушкине, потому что в моей стране он популярный, но немного. Да, потому что это другой язык. Поэтому мы обычно читаем на испанском или на английском. Но мне кажется, что Пушкин очень главный писатель, и он сделал для России очень-очень много. Далее состоялась торжественная церемония возложения цветов к памятнику поэта. В ней приняли участие государственный советник Республики Татарстан Минтимир Шаймиев, председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухамедшин, а также члены Союза писателей Республики Татарстан и горожане. Валерия Муратова, Ленардо Валерьяров, Универньюс. Тем временем Институтом филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета впервые был организован флешмоб «Читаем Пушкина». Наш корреспондент Анна Глазунова услышала стихотворения и отрывки из произведения великого поэта на разных языках. На площадке перед Институтом филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета был организован флешмоб «Читаем Пушкина». Напомнить людям о Пушкине, многим напомнить о их школьных годах, юности. И мы хотим также узнать, какие произведения Пушкина чаще всего вспоминают наши современники. Флешмоб прошел в день 220-летия со дня рождения русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Активное участие приняли студенты КФУ, среди которых были иностранные учащиеся. В Китае самое популярное, самое известное. Я вас люблю. Я вас люблю. Это очень красиво. Магистрат второго курса Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ Мусадиара преподает в Мали русский язык и литературу. Он отмечает, что для него Пушкин играет важную роль. Пушкин является для меня великим писателем. Является одним из замечательных деятелей, которые способствовали развитию русской литературы и культуры. Любой желающий мог прочесть стихотворение или отрывок из произведений Александра Пушкина. Самым маленьким чтецом была девятилетняя София. Я вас любил. Любовь еще быть может. В душе моей угасла не совсем. Читали Пушкина на разных языках. Русском, татарском, английском, испанском, французском, немецком и других. Анна Глазунова, Александр Юдин, Универньюз. Ну а в самом Казанском федеральном университете в честь дня рождения Пушкина открылась выставка славянской письменности и грамматики. О ней наш следующий сюжет. В музее истории Казанского университета открылась выставка «Богатство языка. Есть богатство культуры», которая посвящена целому ряду памятных дат. Дню рождения Пушкина, Дню славянской письменности и культуры, Всероссийскому дню библиотек и Международному дню русского языка. На выставке представлены экспонаты из разных периодов истории славянского языка, графики и письменности. У того же Панаева, студента Казанского университета, он в своих воспоминаниях пишет, «Я не мог понять, как получается слог «ба» из букв «ас» и «буки». Как получается? Ну такая была методика обучения грамотности. Потом она упростилась. Но это произойдет уже во второй половине XIX века. И в том числе об этом рассказывает выставка. На выставке представлены и редкие экспонаты, содержащие кириллическую графику до петровского образца. Посетить выставку можно по предварительной записи по телефону. Плюс семь девятьсот шестьдесят ноль тридцать один ноль один тридцать. Камиль Гемоздинов, Виолетта Басова, Универ Ньюс. Профессору Института физики КФУ Борису Малкину присуждена медаль Вавилова. Заслуженный деятель науки Республики Татарстан обладает индексом Хирша по полной базе Web of Science равным 24 и является ведущим специалистом в области теории магнитных и оптических свойств конденсированных сред. 6 июня профессор отмечает 80-летний юбилей. А мы возвращаемся к другим новостям. Институт международных отношений КФУ в 12 раз проводит конференцию по иностранным языкам. Подробнее мы расскажем в нашем сюжете. В Институте международных отношений Казанского федерального университета состоялась 12-я международная конференция «Иностранные языки в современном мире». В мероприятии принял участие проректор по внешним связям КФУ Ленар Латыпов. Участниками конференции стали представители вузов из 20 регионов России, а также студенты Казанского федерального университета. Мы практикуем большое количество языков. Вы знаете, их на сегодняшний день более 20. Это основные восточные языки, это европейские языки. Очень важно, чтобы современный выпускник владел всей палитрой языков для того, чтобы себя реализовать в тех условиях, которые существуют на сегодняшний день. Конференция посвящена вопросам языковой глобализации, процессам изменения языков и подготовке будущих специалистов. Все те вопросы, которые мы сегодня предполагаем для обсуждения, для дискуссий, это вызов времени. Это то, что было продиктовано не просто нами здесь изнутри, это не просто наше желание. Это было вызвано той необходимостью, которая обсуждается уже на уровне и Европы, и на уровне вообще целого мира. Артем Типичкин, Виолетта Басова, Универ Ньюс. На этом на сегодня все. Не забывайте смотреть студенческие новости на Универ ТВ. Еще увидимся. Пока.